Солдатская слобода Солдатская слободка, как ее называли гораздо чаще, находилась когда-то на северо-восточной окраине города. Начиналась примерно там, где сегодня проходит улица Больничная, а заканчивалась давно исчезнувшими Тверской и Астраханской. Слева и справа ее обнимали Владимирская и Дачная. А вот о том, как эта слобода жила, мы вам сегодня и расскажем. Аты-баты шли солдаты, аты-баты на войну, а где надо пир давали. Пир горой на всю страну. 13 января 1913 года самарский мещанин Мальков заявил полиции о том, что из кармана его пальто пропало 12 рублей. Но интересно не это, а то, где произошла эта кража. А произошла она в доме терпимости Ивановой солдатской слободки. Своё подозрение Мальков заявил на девиц Фомину и Овчинникову, которые были арестованы и доставлены в сыскное отделение. Однако денег при них обнаружено не было. А вот полтора месяца спустя, 25 февраля, в полицию обратилась самарская мещанка Анохина, проживающая в солдатской слободке, в доме номер 2. Она заявила о том, что из её сундука служащий Пашев похитил 110 рублей денег и осеннее мужское пальто, стоящее 15 рублей. Увы, задержать Пашева полиции не удалось. 8 июля Святкина, проживающая в солдатской слободке, в собственном доме, заявила полиции о том, что её собственным сыном из незапертого сундука было похищено 12 рублей. Он воспользовался отсутствием в доме Святкиной и других домашних. Вор был задержан и в краже сознался. Ну и ещё. 24 ноября в 5 часов вечера в гостинице Туркина в солдатской слободе из мешка, лежавшего под столом, были похищены галоши, принадлежавшие Дмитрию Тренину. Хозяин похищенных галош не растерялся и схватил вора, доставив его в сыскное отделение. Там вора допросили. Он назвался Андреем Федотовым. Галоши Тренина у Федотова были отобраны и возвращены хозяину. Вот так развлекала себя солдатская слободка. В строю не ходила и строевых песен не пела. Зато не брезговала домами терпимости и шарила в чужих мешках, лежавших под столами. А ещё обчищала матерей и рылась в сундуках хозяев и хозяек. Конечно, только к этому жизнь в солдатской слободке не сводилась. Но и закрывать на это глаза было бы большой ошибкой. Накрытый вязаный праздничный с катертью широкий стол был заставлен печеньями, соленьями и вареньями домашнего изготовления. Закуски на тарелках были разложены клетками, треугольниками, звёздочками. В гранёных графинах всеми цветами искрились настойки, наливки и горькая, настойная апельсиновыми корками. Хорошо прожаренный, сочный порсёнок затейливо держал во рту пучок зелени. Начищенный до жару самовар сиял довольством и пускал пар под самый потолок. За столом с достоинством восседали званые гости. Рыжий фельдшер с беременной женой, величественный, как статуя, дьякон с соседним села Дубовки с чадами. Фронтоватый в щегольском френче, лесничий из бывших семинаристов, хуторская молодёжь и какие-то древние старички и старушки. Но центром внимания и всеобщего восхищения была именинница, разрумянившаяся Галочка или Алечка. Миша не мог хорошенько расслышать и удержать в память её имя. «Живём мы в глуши от всякой культуры, а в отдалении», – повествовала хозяйка. Вдовушка Настасья Васильевна, обращаясь через стол к Мише. «Вы кушайте, молодой человек, не стесняйтесь, у нас запросто. Теперь вот и осталась одна моя от Радушка, две дочушки Галочка да Алечка». В июне 1913 года в сыскное отделение поступило заявление о том, что в земскую больницу был доставлен Леонид Татаринцев, раненый неизвестными на Петропавловской улице. Петропавловская улица – параллельная полевой-продольной нынешней Огибалова, переходящей в коммунистическую. Это тоже солдатская слободка. Это тоже её нравы. Произведённым дознанием было установлено, что Татаринцев, увидев, как трое избивают одного, решил вступиться за избиваемого. Но лишь только он приблизился к драчунам, как те набросились на него, и один из них ударил его в спину ножом, отчего Татаринцев тотчас упал на землю. Полиции удалось выйти на след обидчиков Татаринцева и задержать их. Первый из них – крестьянин Иван Миронов, 20 лет, виновным себя в нанесении ножевой раны Татаринцеву, не признал, но предъявленный ему нож, найденный на месте преступления, опознал и сказал, что он принадлежит его товарищу – матьке. Второй из задержанных, оказавшийся тем самым матькой, на деле был крестьянином Матвеем Гараховым. 19 лет в нанесении ножевой раны Татаринцеву он себя также не признал, но зато рассказал, как было дело. Дескать, избиваем мы спокойно своего кореша, тут смотрим, к нам летит неизвестный, кто он такой и что ему было надо. Этого мы и знать не знали, но дали ему отпор. В конце концов, сыщики выяснили, что Татаринцев был принят за сообщника избиваемого. Якобы отмахиваясь от него, матька и нанес ему ножевую рану. После этого все, кто был на месте происшествия, разбежались, включая и того самого избиваемого, которому собрался помочь Татаринцев. Именинница была из красавиц красавица. И кругла-то она, и пышна-то она, и молочный румянец у ней во всю щеку. В наше время такую красоту в городе уже и найти нельзя. А другая дочь была уродина, конопатая, большеротая, косоплечия. А с пьяну показалось ему, что и нос у нее сворочен на сторону. — Выпьем за науку и за свет разума, извиняюсь. Не знаю, как вас по имени-отчеству. Чокнулся с Мишей Лесничий. — Места наши глухие, а народ у нас дикий. Его еще пороть бы триста лет надо, прежде чем свободу давать. Однако приятно встретиться с образованным человеком. Лесничий единым дыхом хватил стаканчик, на стойки сгусил грибком. — Я сам погибаю в этих, извините, чертовых болотах. Потом опять танцевали, играли в приглупейшие игры, фанты, жгуты, в угадайшки. Нистовствовал балалэчный оркестр, взял подвыпший дьякон. От великого усердия побрал на гитаре все струны. А разыгравшись фельдшер, выгвел стекло в посудном шкафу. Старики, глядя на резвящуюся молодежь, вспоминали свои лучшие дни и вели степенные разговоры о делах хозяйственных. Еще одна история из жизни солдатской слободы, на этот раз с участием солдат. Правда, вели себя эти солдаты неожиданно и вместо того, чтобы защищать отечество, занимались совсем другими делами. 11 июня около 10 часов вечера из Тамашево-Колка в Самару возвращался мещанин Живаев с сиделкой больницы для душевнобольных. На Семейкинском шоссе им встретились три солдата, которые затеяли с ними разговор и заявили о том, что они посланы из полка в патруль. Так они шли вместе с Живаевым и сиделкой Кузоваткиной до солдатской слободки. А когда подошли к ней, один из них вдруг схватил Живаева за руки, а двое других, обнажив шашки, приступили к грабежу. Вот только улов их оказался совсем скромным, да и могло ли быть иначе, если грабили они не купчину Толстопузова, а мещанина с сиделкой больницы для душевнобольных. Что касается Живаева, то в карманах его брюк грабителям удалось найти кошелек с 5 рублями и 85 копейками. Еще они сняли с него серебряные часы, стоящие 25 рублей. А вот в карманах юбки Кузоваткиной нашлись только 60 копеек и носовой платок, которым, впрочем, грабители тоже не стали брезговать. После этого солдаты спокойно пошли в сторону бегового ипподрома и скрылись, оставив на месте перепуганных Живаева и Кузоваткину. Страх ограбленных был настолько велик, что они даже не приметили, какого полка были солдаты. Впрочем, Живаев сказал полицейским, что мог бы узнать одного из грабителей, вынимавшего у него из кармана деньги. Разогревшиеся парочки выбегали проветриться в отемин сад. И там, по вековому провинциальному бычаю, изливались в нежных чувствах и звонко целовались, смеялись. Вообще веселье бил ключом. Именинница приглянулась заезжему гостю с первого взгляда. Как бы там ни было, а после пятой рюмки он окончательно утвердился в мысли, что влюблен в именинницу. Он протанцевал с ней весь вечер, забавлял диковинными рассказами о Москве, потом уговорил выйти в сад. В саду, по узким аллеям, они долго гуляли под ручку. Она жаловалась на скуку, на отсутствие настоящего общества. Миша был в восторге от именинницы. Он нежно поцеловал ее в пухлую руку и повел в освященный, гремевший песнями дом. Торжество затянулось далеко за полночь. Занялся рассвет, и прославили третьи петухи, когда гости стали разъезжаться. На прощание Миша с удовольствием поцеловал руку вчерашней именинницы и еще раз обещал присылать книжек и писать. Затем он из вежливости поцеловал руку ее сестре, которая при свете дня показалась ему еще безобразнее. И снова о происшествиях в домах терпимости в солдатской слободке. Сколько их здесь было, нам сегодня уже никто не скажет. А вот о том, что в этих домах случалось, газеты писали довольно часто. Так, 31 декабря 1912 года в одном из этих домов отравилась девица Безякова, которая была отправлена в земскую больницу, где ей и была оказана помощь. А вот уже 2 января около 12 часов ночи в доме терпимости Суздальцевой в солдатской слободке отравился сулемой сын сожителя Суздальцевой по фамилии Подлесных. После оказания ему медицинской помощи в земской больнице, Подлесных был отправлен к себе домой, ну то есть в дом терпимости, принадлежавший сожительнице его отца. Надо заметить, что в земской больнице прекрасно знали это словосочетание «солдатская слободка». Разумеется, дело не только в тех историях, о которых мы вам рассказали, случаясь в солдатской слободке и истории совсем другого рода. Так, в июне 1913 года ломовой извозчик, знак 1343, наехал в солдатской слободке на двухлетнего мальчика Александра Артамонова, раздробив ему обе ноги выше колен. Пострадавший был отправлен в земскую больницу, а вот куда был отправлен ломовой извозчик, об этом история умалчивает. Аты-баты шли солдаты, шли солдаты на войну, Алым обогрив закаты, в красное одев луну. С вами был Михаил Перепелкин.